Ну что ребята, всем привет и добро пожаловать на канал. Вчера на канале вышел ролик, где я что-то по чуть-чуть рассказал про такой проект как Project Evo. Он в принципе выйдет уже относительно скоро, так как этим летом уже, как я понял, будут отбираться люди на закрытый бета-тест. Значит игра уже практически готова, ну или по крайней мере она близка к тому состоянию, в котором она будет на релизе. Буквально сегодня вышел новый трейлер, где показали еще больше фрагментов игры. В любом случае информации еще мало, нужно дальше ждать, дальше смотреть, что будет и как там развиваться. Но в любом случае уже есть какие-то ролики, какие-то ответы на вопрос от разработчиков, какая-то движуха идет. Игра по всей видимости действительно по движку, ну собственно логично, что она будет похожа на пупк. Хорошо это или плохо, опять же повторюсь, не могу сказать. Смотря как все это дело будет выглядеть, тут как-то на трейлере как-то немножко нелепо выглядит добыча дерева. Я думаю, что все-таки это еще тест и к выходу это все дело допилят и это все будет выглядеть нормально. Может тут скорее всего просто такой трейлер баганутый немножко получился, потому что в прошлом трейлере там тоже было показано, как челики рубят деревья. Но там это вроде все нормально выглядело, тут как-то подозрительно выглядит, не знаю. Можете написать в комментариях, что дурак. Хотелось бы услышать ваше мнение, как вы думаете, что будет происходить с Лиосом, когда начнут выходить игры по типу Project Evo. То есть представим, что Project Evo выйдет. Представим, что действительно выйдет игра по типу Project Z. Многие наверное тоже знают про эту игру. Это тоже своего рода Rust Mobile, но уже от других разработчиков, от разработчиков Quai. Информации толком ничего нет, я почему-то вообще в эту игру не верю, я уже об этом говорил, мне кажется это какой-то фейковый проект, что такой игры не будет, не знаю. Если будет, то будет очень круто. В любом случае, когда начнут выходить ролики по типу так называемого Rust Mobile на мобильное устройство, то Лиосу будет очень-очень-очень тяжело, поскольку сейчас будем честны, Лиос выживает только лишь потому, что просто-напросто других игр и других проектов нет. Когда другие игры и проекты появятся, то в теории огромное количество людей будут из этой игры переходить. Они уже в принципе переход, просто пока что некуда переходить и они вынуждены переходить в другие игры, в другие по жанру. А сейчас получается будет возможность перейти в другую игру, в тот же жанр. И вот тогда разработчики Лиосу, я думаю, наконец-то начнут многие вещи делать. Они начнут шевелиться, потому что они начнут терять людей, они начнут терять деньги. Хотя наверное они их давно уже теряют и людей и деньги, но видимо пока хватает, пока держатся. Поэтому времена начинаются очень интересные для разработчиков Лиоса и для тех, кто ждет мобильный Rust, потому что именно сейчас начнется какая-то конкурентная борьба. Из тех игр, которые 100% выйдут, это получается сейчас пока что все равно только Project EVO. Других вариантов я особо пока не вижу. Есть еще The End of Time. Я в эту игру признаюсь честно при всем уважении к ребятам, которые ее делают, особо не верю. Более того, я уверен, что в принципе эта игра не выйдет. Потому что как-то уж очень по-странному ее делают они. Скорее всего этой игры просто-напросто не будет. Мне так кажется, это мой прогноз. Я могу ошибаться, естественно, и будет очень хорошо, если я ошибаюсь. И выйдет прекрасная, крутая игра, которая будет обновляться. Пока что просто предпосылок к этому нет. Есть еще получается вот этот вот так называемый Project Z. Тоже без понятия, что за игруха. Разработчики посерьезнее, конечно, там. Но тоже непонятно, что за игра, когда она выйдет. По скринам это вообще полная копия Раста. Но почему-то тоже мне в это дело не верится. А вот Project EVO это более чем реальный проект. Есть уже не один трейлер. Разработчики уже ответили на многие вопросы. В описании есть ссылка, кстати, на предыдущий ролик. Там я рассказал, что вообще это за игра. И рассказал вам про ответы на некоторые вопросы, которые кто-то разработчикам задавал. Ну или разработчики сами решили на эти вопросы ответить. Такое вот внеплановое видео. Решил показать вам новый трейлер. Решил с вами немножко поговорить про Раст Мобайлы. Если это так можно сказать. Ждем, верим, наблюдаем. В любом случае, если выходит Project EVO, то разработчикам Лиоса нужно будет очень сильно, очень серьезно шевелиться. И быть может, у нас будет не только новая игра про выживание, более-менее хорошая и классная. А еще и наш Лиос начнут очень активно допиливать, очень активно фиксить и добавлять туда всякие штуки. Потому что так работает конкуренция. В общем, такие вот вещи. Переходите прямо сейчас на другие мои ролики. Я с вами не прощаюсь. Желаю вам только всего самого-самого наилучшего. Короткий ролик, посмотрели трейлеры, что-то обсудили, что-то поболтали. Сильно вас не нагружаю. Такие дела. Всем удачи, всем пока.